Привет! В ремонте монитор ViewSonic. Дефект не включается. При нажатии на кнопку включения никакой реакции. Разбираю монитор. Клиент говорил, что пытался самостоятельно отремонтировать монитор, но ничего не получилось. Посмотрим, в чем может быть дело. Сначала нужно будет осмотреть плату блока питания на предмет внешних дефектов, следов от перегрева и явно неисправных элементов. То, что клиент сам пытался отремонтировать монитор, вносит долю неопределенности в процесс ремонта. Кто знает, чего он мог натворить. Смотрим на плату. Первичная или высоковольтная цепь блока питания сгорела в буквальном смысле, имея мне предусмотренное изготовителем отверстие в микросхеме ШИМ. Также обвязка не в лучшей форме, о чем говорят следы копоти. Короче, случай тяжелейший и если у вас за спиной нет многолетнего опыта ремонта подобных блоков питания, то я не советую соваться в такой ремонт. Будет потрачено много времени, нервов и денег на детали. Открутил винты и вынул плату из рамы. Осмотрим. Силовой конденсатор вспух. Его также под замену. Сгоревший резистор. Для проверки выпаял силовой транзистор. Транзистор неисправен. На его выводах короткое замыкание. Все, что могло сгореть, сгорело. Делаю вывод, что нерентабельно ремонтировать первичную цепь блока питания. Поясню свой вывод. Во-первых, мне нужно будет проверить все оставшиеся элементы первичной цепи, которые не имеют явных повреждений. Во-вторых, нужно будет заменить все выявленные неисправные детали. В-третьих, возможно, после замены неисправных деталей блок питания не заработает, что опять же приведет к трате времени на поиск неисправности. Из всех вышеперечисленных доводов делаю для себя вывод, что ремонт экономически невыгоден. Проще и дешевле заменить блок питания в сборе. Так как подобных плат блоков питания сегодня днем с огнем не сыскать, просто переделаю плату под питание от внешнего блока питания. В мониторах обычно используются две цепи питания. Цепь плюс 5 вольт для питания главной платы и матрицы и цепь от плюс 14 до плюс 20 вольт для питания инвертора. Инвертор поддерживает работоспособность в широких пределах питающего напряжения. Проще всего взять блок питания с выходным напряжением от 14 до 20 вольт, а цепь плюс 5 вольт получить от дополнительного преобразователя напряжения, которое можно распаять прямо на плате блока питания монитора. Максимальный выходной ток блока питания для подобных мониторов должен быть не менее 3 ампер. Почему не менее 3 ампер? Потому что общая мощность потребления этого монитора около 40 ватт, точнее 44 ватта. 44 ватта при напряжении в 14 вольт это примерно 3,14 ампера. Под наши требования подойдет практически любой блок питания от ноутбука. Такие блоки питания стоят недорого и всегда есть в наличии практически в любом магазине техники. Или на авито. Поэтому решено. Переделываю монитор под питание от блока питания ноутбука. Подключаться блок питания к монитору будет через стандартный разъем. Ссылка на такие разъемы будет в описании под видео. Разъем установлю вместо штатного разъема для кабеля питания. Дополнительно усилил крепление разъема медным проводом и вкрутил в разъем со стороны платы саморез. Можно еще приклеить разъем на эпоксидный клей или что-то наподобие, но я посчитал это лишним. Проверяю. Оторваться не должно, если только не захотеть оторвать. Прозваниваю разъем для определения распиновки. Где вывод внутреннего контакта разъема, а где внешний контакт. Нахожу один из сглаживающих конденсаторов цепи питания инвертора. Обычно конденсаторы питания инвертора имеют самое высокое рабочее напряжение, например 25 или 35 вольт. Напряжение с разъема можно подать на любой из конденсаторов инвертора. Соединяю плюс разъема с плюсом конденсатора. Минус разъема я соединил с этим участком платы, землей. Соединяю участки земли первичной цепи с землей вторичной цепи. Подключаю блок питания. Напряжение 19 вольт. Проверяю, поступает ли напряжение на цепь питания инвертора. 19,5 вольт. Отлично. Осталось запитать цепь плюс 5 вольт и монитор будет восстановлен. Пятивольтовую цепь запитаю от платы преобразователя напряжения на микросхеме LM2596. Подобные преобразователи держат на выходе ток до 3 ампер и довольно надежно. На моей памяти еще ни один из подобных преобразователей не сгорел. Ссылку на платы оставлю в описании. Выбираю наиболее подходящее место и устанавливаю преобразователь. Минус преобразователя соединил с землей платы. Входной плюс подал от питания инвертора. Прежде чем впаивать преобразователь к цепи плюс 5 вольт, нужно настроить преобразователь на 5 вольт. Преобразователь я где-то уже использовал и выпаиваю подстроечный резистор. Впаиваю резистор обратно. Включаю блок питания и с помощью подстроечника выставляю на выходе преобразователя напряжение 5 вольт. 5,3 вольта. Отлично. Соединяю выход преобразователя с положительным выводом сглаживающего конденсатора цепи плюс 5 вольт. Проверяю. Цепь питания инвертора запитана. Питание главной платы в норме. Устанавливаю плату в монитор. Подключаю блок питания и включаю. Монитор включился. Изображение есть. Ток потребления при напряжении в 20 вольт почти 2 ампера или 40 ватт мощности. Разъем питания за место штатного разъема выглядит убого. Закрою открытое пространство вокруг разъема пластиной из пластика, вырезая пластину нужного размера. Высверливаю отверстие. Вклеиваю пластину на суперклей. Собираю монитор и тестирую. Раз монитор подключен через блок питания, проделаем небольшой опыт. Проверим, что будет при уменьшении питающего напряжения. Напряжение питания 19,5 вольта. Уменьшаю. При напряжении в 13 вольт погасла подсветка. При последующем повышении напряжения подсветка уже не включается. Нужно выключить и включить монитор. Кстати, на этом видео еще первый недоработанный вариант самодельного блока питания, выполненный на плате от блока питания ноутбука. Из-за недоработки показание напряжения встроенного индикатора блока питания сильно зависело от тока. После доработки и в последующей версии блока питания такой дефект пофиксил. А теперь посмотрим, что будет, если ограничить ток потребления монитора. Зажегся индикатор ограничения тока. Подсветка при этом чуть потемнела. Напряжение питания просело до 16,5 вольт. При дальнейшем ограничении тока подсветка гаснет. Напряжение подскакивает из-за отключения нагрузки, подсветки. Хотел добавить, что этот ремонт от 14 января 2016 года. Метод показанного здесь восстановления монитора рабочий и простой. Никаких нареканий по надежности дальнейшей работы монитора нет, поэтому можно смело применять данный метод на практике. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok